к тому результату, который я ожидал. Итак, я думаю, что Магнус Карсон сейчас разъярится и в соперников вцепится. Так, ну, снова у нас пирс у Фимцев. Вообще, слон на G7 встает в этом матче всегда. B5, слон B7, кон D7, C5. Очень простая идея. Вот, белые действуют без какого-то напора. Слон E2 и слон D3. Это же надо. Вот, удивительно, кстати. Может быть, и так можно играть шахматы, но, мне кажется, перевес здесь белых как-то потихонечку сейчас будет ускользать. Сюда, потом C6 еще можно будет сыграть. На фирсовом фланге, правда, есть зацепки у черных. Вот видите, у белых, простите. Пешка на B4 довольно слабенькая. А здесь C3, правильно. С другой стороны, пешка прикрыть поле C5 нечем. Да, конь на C5 где-то может выпорхнуть, но не сейчас. Сейчас его там хотят съесть. Ага, вот теперь, да, если сыграть F4 и потом конь на C5 выползает. Ну, с другой стороны, наверное, продавит белые оборону черных на фирсовом фланге. Фирс B3, конь D6 угрожает, конь D6. Слон ушел из-под бой, и пешка на A5 зависла. Теперь на конь C5 ладья, бьется опять неприятный ход, и вскрытие на D6. Но черный, смотрите, вот Магнус, молодец, прицепился к пешке на D5. Это неприятно, на слона A5 уже взяли, и на D5 повисло. Да, вот не уследил за центром немножко. А Гадир, правда, конь E5 не проходит, да, на E4 там будет. Да, вот, вы знаете, как-то на ровном месте, и внешне была стратегически безнадежная позиция, но вот как-то, как-то продолжается борьба, и вот теперь черные и на D5 защищают, и на A5 не отдают. Ну, вот это, это ловкость рук и никакого мошенства, друзья. Конь C6, конь C6 надо бить, конь C6 бей, Гадир, и там на D5 провисает. Ну, давай, давай, смелее, смелее, дружище, да что ж такое, конь C6 же был какой ход, там все у черных просто трещало по швам. Нет, не смог, нет, не смог, не совладал, а может быть, просто не пришло в голову. Так иногда бывает. Ну, теперь белые все-таки собираются до пункта D6 добраться, и шансы есть. Словно 5, ага, это отвлечение, конь на E7 висит, ну, ничего, ничего, так, знаете, позиция по-прежнему остается достаточно бодрой, веселой, взяли на D6, ну, правда, упрощается все. 17 секунд у Гусейнова, полминуты у чемпиона мира, чемпион играет побыстрее, вы знаете, вот просто все, что делают соперники, еще и Магнус делает все, чаще еще D3, D2, как вставит, ну, и станет нелегко, да. А D3 нельзя, смотрите, связка по четвертому ряду, так, 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 минуточку, угрожает ладья C7 еще, ну, может быть, борьба-то еще сейчас продолжится. Ферз опять, ладью на C7 не пустили, пешку на D ведем вперед. У Гоза пешки G6, а, естественно, земнуто было, конечно, черным надо было ферзя отправить далеко вперед, но вот поэтому Магнус здесь стал уже на отчаянный мир опускаться. Так, мат по первому ряду. Опасно, ладья E4, ферзь A1, это будет мат. Так, 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 а если ферзь бьет B4, что-то я не совсем понимаю. Надо есть, по-моему, на B4. Все равно нельзя бить на E4 из-за ферзь B1. Так, но Магнус задумал, сыграл ферзь A7, как тоненько. Опять-таки, пешка на E4 неприкосновенна, там шажулик на 1. E3. Правильно, надо вовлекать королян. D3. О, какая веселая музыка пошла. Размен на E1, конь A6. Да что ж такое-то? Че, можно так вот, смотрите, под все шахи подставился. Под все шахи. Ужас. Ужас. На самом деле, конечно, у Гусейнова была на выходе из дебюта позиция получше, потом выигранная, потом неясная, потом снова с инициативой, а потом в цитноте все земнул. Нормальное явление.